ребятушки привет я дашь блин как тут отдалить на этой камере мне пришла наконец-то новая книга кунина которая вышла свет 11 сентября она вот такая застаренная но это еще не все я вот сейчас буду очень долго очень мурлыкать на обложку потому что мало того что она застаренная я все такое антикварное я когда ее взяла в руки я просто ахнула ребятки она вот на ощупь просто вот как раритетная книга 19 века это вообще просто восхитительно это только щупать это вот просто ущупаться просто я мог бы месяц сидеть и вот обжим матушке с нею великолепно тактильно хотя не тактильный маньяк у меня визуальная модель восприятия мира но блин это же можно щупать просто вечно я сначала потому что это издательство мещейков потому что они так волшебно подходят к оформлению седак и книг что на полке только лицевой стороной ставить так они прекрасны нифига это издательство захаров но это еще фигня форзац из старых фотографий ну тоже знаете не удивили но вы посмотрите с чего начинается ронина книга вот реально сделали как будто вот из тетради вы ну вот кто-то написал на самые прекрасные и нет аннотации я не люблю аннотации то вечно спойлеры ну как спойлеры может быть и ночью я так и не подумаю но мне не достаточно пол слова книги сказать я сразу обо всем догадываюсь поэтому аннотации я не читаю очень рада что здесь вообще нет сзади есть несколько белых страниц я так думаю акунин замышлял что читатель будет что-то размышлять что-то думать какие-то мысли и записывать может даже карандашиков может быть я даже так и сделаю мне еще чем удобно я веду дневник чтения то есть прямо помимо того что указываю лично на дневнике я еще на заде фаза книги и пишу карандашом историю чтения начала тогда-то закончила тогда-то и сразу видно сколько раз я книгу причитываю недавно стала так делать и для меня вот эти пустые листы как раз пригодятся собственно о чем книга вот значит тут только ленточки не хватает ленточки и закладочки знаете такие бывают для полного комплекса чтобы совсем уж часть из меня поперла о чем книга то не читал аристономия вот это типа того только вторая часть чуть-чуть попозже во времени кто не читал аристономия аристономия это книга об эпохе по моему когда революция только мама листовами как какие временные границы не помнишь а он тоже не помнит в общем такой самый такой период когда вот страна на два лагеря за и против очень такая серьезная книга прям которая на примере одной семьи показывает я уже плохо помню самом деле поэтому могу что-то не то ляпнуть как всегда который на истории одной семьи показывает собственно воплощение поговорки времена о нравах там первое мера вот здесь как пишет сама кунин писал своем блоге и в твиттере и фейсбуке в принципе та же цель проследуется но немножко другие временные рамки писатель также писал что хочет издать третью книгу подобного жар жанра где действие будет проследить 30-х но он боится браться за нее я его прекрасно понимаю потому что 30-е годы просто ужасно своими несправедливыми арестами прям волной арестов накрыло население матушки россии это были совершенно ужасные годы вот книга просто по ощущениям тактильно я могу определять насколько хороша книга открыв ее понюхать и вы знаете йодка рвача даже носа не успела донести до страниц на меня как пахнула прекрасной книгой поэтому я абсолютно уверена что она потрясающая собственно это все такой всплеск эмоций до скорых книг пока пока